всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия сегодня у нас будет мастер-класс по шитью в технике зигзаг мы с вами будем использовать шнур хлопковый с сердечником и я вам покажу как соединять шнуры разных оттенков сегодня мы с вами в процессе мастер-класса сошьем большую интерьерную корзину а где вы ее будете использовать вы уже решите сами может быть в ней будут храниться игрушки может быть это будет корзина для белья или вы сложите в нее свои хомячьи запасы пусть она будет полна клубочков моточков шнурочка все что необходимо для рукоделия для шитья корзины нам понадобится хлопковый шнур с сердечником толщиной 5 миллиметров эти шнуры я брала на сайте азбука вязания также они представлены на вал берез в описании будет перечень необходимых материалов и там вы найдете артикулы этих оттенков которые выбрала я но если вы проживаете в москве в питере или в новосибирске у вас есть прекрасная возможность подобрать оттенки этих шнуров а также проконсультироваться в магазинах оффлайн на сайте есть адреса этих магазинов так что можете зайти посмотреть адрес и съездить в этот магазин лично давайте назову какие оттенки я буду использовать для своей корзины вот тут вот этикеточку у меня уже собаки наблюбовал конечно же это самый красивый цвет называется он шартресс в общем шнур хлопковый для шитья с сердечником средней жесткости 5 миллиметров и здесь намотка 100 метров то есть этого шнура я взяла в два раза больше для того чтобы не его хватило он у меня будет как основной цвет то есть основание корзины будет из этого шнура следующий оттенок это молочный его взяла 50 метров но и этих оттенков также 50 это у нас будет светлый лен а это светло-серый меланж вот такие оттенки выбрала я их название также продублирую в описании под видео для шитья корзины нам конечно же понадобятся нитки и их надо подобрать желательно прям очень хорошо цвет в цвет то есть вот ведь я вчера сходила в магазин и вот так подобрала ниточки вот это вот молочный и зеленый зеленый получил не получилось у меня подобрать идеально он у меня чуть чуть ярче имейте ввиду если у вас нитки будут ярче либо наоборот тускнее нитка может забрать на себя оттенок и оттенок вашей корзины может поменяться то есть у меня видимо чуть чуть будет поярче выглядит этот цвет давайте покажу поближе видите он слегка спокойней цвет у шнура чем у ниток ну думаю яркость ниток не испортит общую картину еще нам понадобится хорошие острые ножницы линейка и клеевой пистолет или клей также приготовьте несколько тоников любимых авторов для чего расскажу чуть позже теперь давайте буквально пару минут уделим расчетом я собираюсь шить овальную корзину и сейчас хочу вам объяснить вот эти расчеты таким образом чтобы вам было понятно в следующий раз когда вы начнете шить овальное изделие смотрите когда мы с вами шьем круглую салфетку например или корзинку мы начинаем с вами как вы помните с улиточки да и вот так вот по кругу наращиваем ряды то есть если нам необходим какой-то диаметр например 30 сантиметров до мы просто представляем линейку и останавливаемся в тот момент когда у нас салфетка достигнет диаметра 30 сантиметров когда мы предполагаем сшить овал то есть что мы имеем вот он круг если его разделить пополам то когда мы раздвинем вот эти вот половинки круга у нас получится овал так вот нам нужно узнать сейчас вот это расстояние для того чтобы начать отмерить отрезок шнура с которого мы будем начинать шить дно нашей корзины так вот вот мы отмерили пред представляем до что мы отмерили вот этот отрезок и начинаем шить наматывать эти круги точно так же как в круге да то есть у нас с вами посмотрите расстояние будет вот здесь и вот здесь одинаковая согласны то есть нам нужно узнать вот это расстояние например если мы хотим сшить корзину 30 на 50 то есть вот она вот расстояние 30 до два раза вот здесь вот у нас будет 30 а вот этот отрезок нам надо узнать то есть 50 минус 30 получится 20 сантиметров вот этот отрезок мы берем для начала то есть соответственно если мы хотим сшить салфетку к примеру 10 на 20 мы берем вот этот отрезок 10 сантиметров так если мы хотим сшить овал может быть у нас скатер такая будет да к примеру 120 на 30 значит вот этот отрезок нам нужно взять 90 сантиметров к этому отрезку можно прибавить один буквально полтора может быть сантиметра для если у вас есть необходимость точно приточно попасть в эти размеры если эти размеры условно то можно ничего не прибавлять так смотрите чтоб у нас нитки не по вылезали из изделия мы должны острыми ножничками аккуратненько срезать край шнура и пистолетом клеевым слегка так 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 прям подмазать вот эти вот ниточки очень аккуратно все когда подсохнет тут прижмем все теперь нитки у нас никуда не выскочат и так я собираюсь шить корзину но у которой будет предположительно 30 сантиметров на 45 то есть мне нужно взять вот этот вот отрезок как мы с вами уже посчитали 15 сантиметров в этом месте я перегибаю шнур и отправляю его в машинку машине сразу же устанавливаем зигзаг и шаг примерно два с половиной и так вот в таком согнутом виде шнур отправляю в машину обратите внимание рабочая часть шнура до которая у нас пойдет дальше она должна быть справа то есть вот этот короткий хвостик слева все вставляю в машину обратите внимание здесь не должно быть никаких щелочек хорошо все прижмите сделали несколько штежков и пройдите с реверсом в этом месте то есть вернитесь обратно до начала сгиба вперед когда мы дойдем до конца нам нужно будет шнур обвить вокруг кончика начала шнура и вот здесь вот на повороте аккуратно прямо вручную так здесь лишние ниточки сразу убежьте что потом они никуда у вас не попали то могут попасть в какую-то строчку и потом их сложно будет вытащить сразу обрезайте ниточки все шьем дальше снова поворачиваем шнур и на повороте очень аккуратно потихоньку никуда не торопимся снова у нас поворот смотрите внимательно чтобы шнур ложился ровненько вот здесь вот на повороте чтобы никуда ничего не перекосилась когда поворачиваете здесь иголочку оставляйте внутри все продолжаем сшить до того момента пока наше основание корзины не достигнет того уровня который нам необходим посмотрите как я вам и говорила вот эти края что справа закругление что слева обязательно должны быть идеально ровными с этой стороны точно так же иначе если у вас пойдет какой-то перекос то и все дно будет перекошено все продолжаю шить и как только у меня увеличится вот эта заготовка мне понадобятся мои тумики любимого шелдона то есть я подобрала книжки таким образом чтобы они продолжали рабочий стол машинки чтобы деталь изделия не свешивалась машинки тогда она будет идеально ровная во время шитья шнур мы не натягиваем то есть все должно быть вот так вот свободно приложили аккуратненько и шьем итак основание у меня получается в данный момент тридцать один на 44 то есть соответственно помните наши расчеты до 15 сантиметров я брала этот отрезок и можно было прибавить один даже два можно сантиметра так как у меня сейчас получилось не на 15 на 13 разницы вот как раз вот эти 15 бы и вышли но я же сказал что мне не актуальны очень точные замеры поэтому меня такое основание устраивает все теперь мы начинаем делать поворот к стенкам продолжаю шить тем же зеленым шнуром и теперь чтобы у нас шнур стал формировать стенки нам нужно поднимать вот это основание корзины вот сюда прижимать к этой стороне машины смотрите внимательно всегда должно быть вот это основание в одной и той же плоскости большое основание очень тяжело будет держать но тем не менее давайте постараемся сильно прямых стенок у нас не получится поэтому корзину у нас будет еще больше сейчас пойдет такой пологий переход на стенки почему потому что у нас здесь вот эта вот часть машины присутствует и нам не поднять выше вот это основание то есть чем более перпендикулярно мы поднимем его тем острее будет у нас угол если у нас будет постепенно изменяться угол то и наш переход к стеночкам будет такой более-менее пологий все начинаю шить держим основание в одной плоскости причем стараемся не только вот сюда его прижать хорошо но и не вилять им туда-сюда вот вправо-влево вперед назад вот тогда у вас стенки будут ровные вот как вы видите пошел вот этот вот подгиб все я продолжаю шить не торопитесь в этом месте очень сложно удержать дно корзины и натягивать шнур и следить за тем чтобы еще не съехать со строчки поэтому очень медленно продвигайтесь старайтесь все сделать аккуратно и так девочки вот что у меня получается в данный момент у меня закончилась нитка в шпульке и есть возможность оторваться показать вам что же выходит да смотрите я уже почти перешла к тому что у меня стенки становятся вертикальными то есть мы с вами сначала дно подгибали торцу машинки да и у нас но было вот так потом по мере того как у нас наращивались здесь ряды сама корзинка продвигалась к тому чтобы выровняться и прижаться дном к торцу машинки когда у нас расстояние вот это от торца машинки до иголки вот это вот расстояние сравняется с размером высоты стенки тогда вы сможете поставить свою корзинку так чтобы дно у вас было перпендикулярно поверхности стола вот в таком случае ваши стенки начнут расти ровно вверх без какого-то расширения либо сужения то есть сейчас с этого момента нужно сшить так чтобы дно держалась перпендикулярно сначала она будет вот так вот вплотную к машинке к торцу дальше она начнет отодвигаться и надо следить за тем чтобы у вас корзинка не заваливалась на машинку и не заваливалась куда-то сюда вот в таком случае когда будет заваливаться ваша работа в таком случае стенки ровными не получится то есть сейчас шьем и следим за тем чтобы это все вот так вот ровно держать перпендикулярно поверхности стола так пришло время поменять шнур один на другой то есть зеленая полоса в корзине у меня в данный момент получается 18 сантиметров я на этом хочу закончить зеленый цвет и далее перехожу на другой шнур так вот сейчас мы с вами будем делать соединение шнуров для того чтобы сделать соединение найдите то место в котором вам бы его хотелось видеть посмотрите потом в конце ролика какая получилась у меня корзина как смотрятся те соединения которые сделала я и вы для себя решите повторять или придумать что-то свое так вот я нашла это место я сейчас даже вот наверно вот так поближе я сейчас не надо ровно отрезать шнур дальше я беру тот шнур которым буду продолжать и обрезаю точно также подравниваю кончик этого шнура теперь смотрите слегка освобождаем сердечник и я подрезаю буквально пол сантиметра к вытягиваю сюда оплетку шнура и чуть-чуть получается можно еще подровнять чтобы буквально несколько миллиметриков оплетка была дальше чем сердечник то есть сердечник заканчивается вот здесь я точно также сделала с этим шнуром оплетка у нас чуть выше так вот сейчас туда внутрь капну капельку клея и прихвачу то есть делаем так чтобы вот ниточки у нас не бахромились и с зеленым шнуром сейчас поступаю точно также туда вот прям в серединку капаю капелюшку клея чуть-чуть ждем и теперь собираем вот этот все весь этот пучок чтобы это все было ровненько так не рассыпалась в разные стороны теперь уже капелюшку делаю вот так вот прям на торец совсем-совсем капельку и соединяю шнуры между собой несколько секунд ждем и начинаем вот так вот прижимать снова вот это место вот смотрите получилось вот так вот в принципе аккуратно и клей нигде у меня не вышел на рожу если вы заметили да и соединение есть то есть я в этом месте еще пройдусь строчкой туда-сюда то есть реверсом закреплю сейчас я дойду до этого места прошью вот этот шовчик реверсом вернусь и начну вот отсюда шить уже нитками другого цвета все перехожу к шитью вот посмотрите как аккуратно все получается меняю нитки и продолжаю шить уже шнуром другого цвета следующую полоску итак девчонки смотреть у меня вот такая обалденная корзина получается немного у меня не получилось выдержать именно вот такие строгие прямые стенки но скажу вам с каждым кругом с каждым витком шить такую корзину все тяжелее и тяжелее крутить вокруг машинки и очень тяжело вес у нее достаточно такой внушительный есть чтобы крутить ее одной рукой приходится прилагать очень много усилий ну а так конечно же ее можно поднять хочу сказать сразу же получила огромное удовольствие от работы именно с хлопковым шнуром он отличается от полиэфирного шнура вот вы видите может беда я вот прям шлепку по ней она такая упругая она такая вся жесткая классно я конечно же могу ее как-то загнуть но тем не менее она очень хорошо держит форму по сравнению с полиэфирным шнуром вот у меня тут как раз салфеточки полиэфирный шнур намного мягче то есть для салфеток на мой взгляд опять же на мой взгляд на мой вкус для салфеток и я был больше выбирала полиэфирный шнур а вот для таких изделий которые должны держать форму которые должны быть жесткими какими-то стенками основаниями для таких изделий лучше выбирать хлопковый шнур давайте я измерю примерные размеры своей корзины нету так получилось 42 сантиметра так 55 и высоту где-то 49 сантиметров у меня остался полностью весь моток молочного шнура осталось процентов 25 наверное может быть максимум 30 зеленого шнура и вот такие вот остатки голубого и бежевого то есть как я уже вам сказала сейчас я останавливаюсь здесь обработка края точно такая же как я вам показывала при стыке то есть я капельку клея капнула туда и сейчас вот этот вот край можно будет прикрыть какой-то бирочкой это будет очень красиво смотреться ты я вот хотела вот в этих местах наверное все таки я сделаю так сделать деревянные бирки мне так нравится как это выглядит сейчас я приложу вы увидите то есть вот на эти места где у меня идет состыковка я планирую вот так вот приделать пришить вот такие вот бирочки на мой взгляд выглядит это очень оригинально придает какую-то изюминку моей корзине то есть если у вас что-то здесь даже чуть-чуть неровно получится что-то где-то будет выбиваться из общей картины то вот такие вот бирочки вам в помощь сейчас я планирую из тех шнуров которые у меня остались сшить крышку то есть начало будет точно такой же я возьму 15 сантиметров шнура начну наматывать круги до того размера пока у меня не достигнет вот этого диаметра моя крышка и дальше начну подгибать это основание крышки и перейду на стенки то есть здесь у меня будет прикрывать вот эту полосу крышка я думаю что не стоит вам повторять задерживать ваше внимание и время на шитье крышки то есть у нас происходит все точно так же как мы шли основание корзины и потом переходили на стенки так девчонки еще хотела обратить ваше внимание на то что на каком-то этапе шитья вы заметите что книжки которые будете подставлять сюда вам станут малы поэтому поищите что-то побольше для того чтобы ваша корзина лежала на плоскости примерно такого же такой же высоты как рабочий стол машинки вот я нашла вот такую коробку которая как раз подходит по высоте еще хочу обратить внимание ваша на вот такой момент если вы будете шить и из вот такой бобины то старайтесь сделать так чтобы ваш шнур раскручивался вот так чтобы бобина крутилась видите рядом надо поставить какую-нибудь коробку ведро неважно ведь у меня вот тут уже моя корзина стоит я в данный момент крышку шью то есть у меня шнур подается вот так как 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 нужно да если мы поставим бобину и начнем шнур брать из вот так вот сверху то он у нас будет закручиваться в спираль видите сами да и шить будет вам неудобно то есть он будет загибаться скручиваться вот имейте ввиду что из бобины шьем вот таким образом и так девочки я закончила шить зеленым цветом немного шнура оставила для того чтобы сделать ручку скорее всего ручка у меня будет зеленого цвета пока еще думаю здесь уже вот присоединила белый шнур и вот смотрите что у меня получается то есть буквально на пару сантиметров меньше диаметра и я начинаю шить белым шнуром так ну что девочки я пришила бирки по моему смотрится это достаточно интересно смотрите какая она огромная она занимает весь мой рабочий стол полосы достаточно оригинально легли бортик у крышки вот этот вот тоже гармонично здесь вписался и смотрится так сказать отдельной полосой ну что девчонки последняя деталь у меня пришита вот одна изюминка на торте ручка смотрится по моему очень красиво смотрите вот так вот издалека такая красота в общем я в восторге от того что у меня получилось ручка у меня сделано точно по такой же технологии отрезок я брала здесь 20 сантиметров так получилось вот здесь вот у меня из бежевого получился такой маленький овальчик так как оставалось очень мало его и вот по ширине этого овала я сделала свою ручку и как раз вот в тех местах где у меня этот овальчик заканчивался я ее пришила то есть для дна и для крышки я брала отрезок начальный 15 сантиметров как вы помните а для ручки взяла 20 вот такая ручка у меня получилось все шикарная корзинка сейчас буду ставить ее на место как я уже сказала в начале видео каждый решает сам как использовать такую корзинку которую вы сделаете своими руками у меня вот рядом с диваном такой уголочек смотрите как она сюда вписалась по моему просто идеально и еще у меня в диване нет места для хранения постельных принадлежностей так что я решила использовать эту корзинку для хранения гостевых подушек и одеял смотрите как все просто одеяло одно одеяло второе и сюда еще пара подушек с легкостью влезет кстати у меня сейчас еще на спицах большой проект то есть я вижу объемный такой кардиган из букле и все детали которые я уже связала просто разложена на диване поэтому точно также я спокойно смогу разложить вот эти детали своего кардигана в этой корзинке и просто прикрыть когда пришли гости никто ничего не видит также эту корзинку можно использовать как журнальный столик когда ты сидишь на диванчике и вяжешь можно сюда положить телефон схему для вязания маркеры счетчик рядов и так далее и так девочки давайте подведем итоги корзина получилась обалденная на нее ушло 220 метров шнура и весь это нам примерно 2 килограмма 200 грамм вот что у меня осталось то есть зеленого шнура 4 метра и бежевого примерно молочного вернее ну примерно метров 15-20 то есть я не перемеряла не буду раз разматывать эту бухточку в общем вот все что у меня осталось от того что я покупала было 100 метров зеленого и по 50 метров голубого бежевого и молочного это хлопковый шнур с сердечником 5 миллиметров толщина брала этот шнур в азбуке вязания также весь ассортимент шнуров есть на валберис и в оффлайн магазинах москва новосибирск и санкт-петербург ну и у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия не забывайте подписаться на канал пишите в комментариях насколько вам понравилось то что у меня получилось и задавайте свои вопросы если вдруг они у вас подникли москва новосибирск и москва новосибирск москва новосибирск москва новостив в